здравствуйте дамы и господа да благоволит к нам господь с вами джон клюкер и гриба бас итак поход наш поход уже на канале geek все мы перешли сюда и решили назвать этот поход майский перемены у гриба баса есть такое выражение майская девочка ну есть такая да почему майская девочка ну там как типа как вроде прикола типа того что-то как-то а кого-то называешь майской девочкой но обычно кто много смеется кто шутит много вот да вот такие там буду типа того что то вот да вот посмотрите видите сейчас грибу вас покажи время сколько вот сейчас вот сейчас наступила 11 мая уже 11 мая до 00 две минуты и как видите сейчас у нас уже все белые ночи белая ночи уже наступает белые ночи видите как ну такие как сумерки вот мы уже дошли до телевышки сейчас я покажу вон она телевышка стоит там это взяли лыжи с собой но как-то страшновато идти там вот вода да там вода да но будем вы искать где снег где снег где снег и такие места чтобы обходить и но не провалиться да понятно я там обещал в 9 вроде последний у меня выпуск на том канале джен клюки что там буду петли буду ставить ну в общем там одному человеку короче который там в общем поносил меня там в этой группе в этой группе вконтакте там которая группа к вы против нас там сам вы собралась изливает там всякие это свои эти как называется там ума там короче ну понятно понятно всякой фигней занимается вот я удивляюсь таких людей и думают они они лучше там делают для кого-то вот но она написала там такую идею что вот бедные зайчики ну в принципе да да это ну у меня не такой не такой момент чтобы это знаете зайцев ловить и мясо ну ну а эта женщина там написала что вот мясо там что и так могу пропитаться кашей ну что ж буду питаться кашей не буду бедных зайчиков ловить так вы сейчас лыжа давай еще чайку попьем да давай давай да мы по стаканчику выпьем ой опа уехал налей мне пожалуйста давай сейчас мы тут уже пока видео то снимали пока это я уже так под замерз я тоже немножко так что мы да не надо ополаскивать мы же ополаскивали да 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 не полную наливать так что вот это видео будет называться майские перемены грибовас тебе приятного чаепития спасибо тебе приятного чаепития перекрестили что-то видишь с камерой аминь грибовас посмотрите во сколько мы тронулись сейчас дороги а сейчас подожди сейчас посмотрите видите такие проталины уже 16 минут 00 16 да 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 ну в принципе сейчас хорошо идти и порта дорога будет короткая я надеюсь Вот уже даже вроде типа как светать начинает, вот видите, вот там солнце уже будет сходить, да, Гриббас? Там, наверное, солнце уже будет сходить. Уже все, считай, практически белые ночи начались. Не пойму, а чего это такая? Господи, может заяча? Возможно, так. А, это, наверное, лезет кто-то. Весна, наверное. Весна, может, кстати, может заяц лезет какой-то? Возможно, так даже. Хотя, по идее, должна быть белая у него, да? Да. Так, идем по просеке, дорога хорошая. Лыжи не проваливаются, да, Гриббас? Нет, довольно хорошая. Посмотри, сколько сейчас времени-то. Сейчас хожу. Гриббас пару раз отставал, ты там что-то поправлял лыжи, да? Да. Без... 0,36. Ага. Ну и там, впереди сейчас будет тундра. Вон там лесок, если видите. Там сейчас выйдем на тундру. И там уже пойдем по тундре. Виде, как уже светло. В общем, уже как, получается, светать начало. Вот вышли в тундру. Красивая картинка. Там станция верхняя Инта. Ну, уральские горы видать, но здесь, наверное, видеокамера, не знаю, будет видно. Потому что они такие затемненные. Ну, немножко можно различить. Так, над елочками там видно. Вот. Идем, в общем, до избулки. Сейчас остановимся чайку попить. Ага. И будет уже отдельное видео, где Гриббас расскажет это, как ты начал пить там эту историю. Я тебя прервал-то, помнишь там это? А-а-а. Остался ты один дома там. Ну, это будет плюс 18. Это уже, дорогие зрители, это будет отдельное видео. Будет начинаться, ой, будет называться. Как ты? Как ты попробовал, да, или что? Ну, как попробовать спиртное, или как? Ну, да. Ну, ладно, сейчас найдем местечко это. Ага. И чайку давай попьем. Ага, хорошо. Давай. А, сколько времени? Сейчас скажу. Пожди. Мы уже тундру прошли. Вот сейчас идем к старице. Еще было пол второго ночи. Ну, почему было? Ты скажи по минутам точно. По минутам. Час тридцать три. Понятно. Ох, тупа. Прошли тундру. Вот сейчас ищу я эту, старицу. Взял направление на нее. Идем уже в лесу. Вообще так светло стало, да? Светло уже. Крухлявая береза. А вот, кстати, вот-вот-вот. Эти, как их, ведьминые эти, голос или как они называются. Вот они на березе. Вот. Ну, там кто-то мне как-то писал комментарий, что у них там в районе, там где-то в лесу, у них это редкость. Это еще используют для этого, для растопки. Для растопки? Да, для растопки. Ну, она, конечно, это, ее в руках как бы, знаешь, это, между руками как бы посушить, ну, вот так потереть, чтоб она подсохла. Тогда будет нормально. И будет береть хорошо, да? Ну, я не знаю. Я, а, пробовал, я пробовал. Ну, я считаю, самое хорошее, это вот это, когда с березовой коры, вот этот мелкий. Вот эту мелкую берешь, вот это, вот они. Совсем как такие, прям это, как тонкая, как тонкая бумага. Вот она хорошо вообще загорается. Ножичком наскребыхал кучку. Ага. И это, при помощи огнила там или что там, при помощи трения можно зажечь. Сейчас, вроде так, склончик вниз. По идее, сейчас, если вниз идет склончик, значит, к ручью. Не знаю, как нам будет идти сегодня обратно, если солнце припекет. Если солнце припекет, то это, уже корки такой не будет. Ну, тяжелее, наверное, идти будет. Или ты не слышишь меня, грибовас? Не слышишь, да? Ничего, я вижу. А, грибовас, не слышит, потому что едем на лыжах, это, по снегу, и такой шум получается сильный. Ладно, сейчас, следующий кадр, наверное, будет на Старице. Вышел на Старицу, время час сорок семь. Ну вот, посмотрите, тут уже вода. Сейчас просто подморозило, я не знаю, сколько сейчас минус на улице. И было вот сейчас плохо спускаться с этой горочки. Снег твердый. Я так спускался и за деревья брался, тормозил, а грибовас там еще спускается потихонечку. Да, да, вижу он там, сейчас он выйдет, спустится. Ты не упал, нет? Грибовас! Грибовас! А? Не упал? Упал. Упал, да? А? Упал. Аааа. Тут смотри, вода, не лезь в воду! Слышишь меня? Говорю, в воду не лезь! А, ему ничего не слышно. Вот увидел этот такой, знаете, на елках бывает сгусток, ну как сказать, сгусток веточек. Сейчас я вам покажу. Ну, это нам еще повезло, что мы попали в такой, ну, подморозило и все нормально на лыжах идти. Считайте, сейчас 11 мая уже, да? И посмотрите, сколько снега еще в лесу. Хе-хе-хе-хе. Вот это, кстати, сгусток. Сейчас подближе подойду. Сейчас, сейчас. Вот он. Типа, как такой шарик. Ну, это издалека он с шариком таким кажется, а этот сгусток веточек. Кстати, на этой елке опять эти, как их называются, ведьмые волосы. Вот они. Так, ладно, пойдем дальше. До избушки, в принципе, недалеко осталось. Видишь? Уже как вода тут, посмотри. Ага. Мы как-то ходили, но снега уже, ну, вообще мало было. И мы как бы ходили между вот этими. Тут тундра была, ходили по тундре. И как бы вот где был снег, мы там проваливались. Было тяжело, конечно. Дорога была тяжелая. Вода такая темная там. Такая, знаете, цвет типа темно-коричневый такой. В общем, идем до избушки отдыхать. Либо у вас идет отдыхать. Иду отдыхать. Ха-ха-ха. Получилось на ночь глядя, но сейчас уже светло ночью. Светло уже? Да. Да. Благодаря белой ночи мы идем в светлое время. Ох ты! Там вода течела. А если этот ручей скрылся, то мы вообще не знаю как перейдем. Ох ты! Блин! Ручей-то вскрылся. Грибабас! Жесть! Грибабас нас туда спосетила жесть. Ручей-то вскрылся, смотри. Ох ты! Вода! Вода вскрылся? Да! Но он как бы еще не сильно поднялся. Ага. Ну вообще. Мы с тобой попали. Не знаю сейчас это будет видно. Нет? Ну вон вода. Вот видите? Вот там есть у нас проволочный переход. Но на лыжах уже точно не пройдем. Льда нету. Вода. Вода, ага. Вода. Да. Потом вообще будет кругом вода. Да. Пока иду до переправы. У меня такой хитрый вопрос. Грибабасу появился. Сейчас буду задавать его Грибабасу. Какой плюс, что Грибабас, что вода сейчас есть? Ну на речке, что уже вода открыта. Ну как, это же получается минус. А как же будем переходить только по переправе? Ну переправе то ладно. А плюс какой плюс? Тоже уже зима. Еще снега много. И река уже вскрыта. Уже река течет. Не, а плюс то в чем? Плюс то в чем? Рыбу же можно ловить в реке. Вот. Нет. А. Еду, еду готовить. Вода уже будет. Вот. Вот это плюс. Прорубь уже не надо делать. Да, да. Вода уже есть. Набрал и готово. Просто набрал и готово. Вот это плюс. Вот это плюс. Вот это плюс. Д плюс. Ой. Вот вина уже избушка. Вот она на той стороне. Ну слава Богу у нас переправа есть. Мы сейчас перейдем по ней спокойненько. И сейчас я так думаю знаешь что там лед внизу есть. Потому что это. Лед еще как бы знаешь внизу стоит. Сверху вода течет. А. Тогда вот когда мы ходили как то помнишь это. Парень нас на лодке перевозил. А ну 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 ну. Там льдины уже плавали. А. Вот тогда уже лед пошел. Тогда лед пошел. Да, да, да. И нам надо будет в этом походе с тобой переправу поднять. Потому что помнишь мы там тогда. Льдина зацепилась за провод. За провод. Да, 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 да. Чтобы это. Ну не порвало ее. Понятно. Ее может в этот раз вообще порвать. Угу. Постараться ее поднять. Потому что сейчас еще вода маленькая. Она сверху льда течет. Ага. Сейчас идем до переправы. Это вот в ту сторону нам идти. Ну тут недалеко. А тут где же я что переправа сама? Избушечка. Градимая. Мы будем в ней отдыхать. Да. Ну вот это переправа. Сейчас не знаю будет вам видно. На темном фоне тут ручей. А вот там если только на фоне снега. Вот видна. Угу. Вот. Вот как лыжи. С лыжами идти на ту сторону будет проблематично, да? Да. Рюкзаки-то ладно еще на этом. На плечах. На плечах, да. А вы знаете какой выход? Если например лыжи, то где мы здесь заправить. А там дрова как будем заготавливать? Без лыж? Ну а че ж. А давай знаешь как сделаем? Давай. Лыжи сейчас пока здесь оставим. Ага. Вот. Если что без лыж дров никак не заготовить. Сходим за лыжами сюда, да? Давай так и сделаем. Ну. Давай так и сделаем. Снял лыжи. Вот вроде бы ноги держали, да? Но одна нога провалилась вообще глубоко. Так что может быть лыжи. Ну перекинуть тоже опасно. Можно не докинуть, да? Ты знаешь, Жел, я че предлагаю сделать? Корот, смотри, как я сейчас сделаю. Первым ходом. Лыжи оставили туда. Они сидели в заки. Потом вернутся от лыжи с палком и опять переправиться. Вот так и предлагаю сделать. Ну посмотрим, посмотрим. Вот. Видишь, неудобно. Они большие с ними. Как вот. Большие они. Да. Ладно, разберемся. Ага. В общем, я перешел ручей по этой переправе. Вот когда над водой шел, было так, ну, страшновато. Передвигай эти ноги. Чего ты обратно-то пошел? Да подожди, подожди, щас. Грибовас, скажи, очкую я что-то, да? Да пойду, я не знаю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну ты че, Грибовас? Грибовас потерял квалификацию. Наверно. Заядлого походника. Испугался, обратно пошел. Ой, что здесь вообще как заводное? А я вот над водой пошел, у меня что-то так, так, боязно стало. Ну? Ты ж видел, потихонечку ноги передвигаешь. Я видел, видел. Надо было наблюдать за мной. Ага. Давай с Богом, не это, давай, не тяни время. Ладно, давай. Ты там будешь час, блин. И вес туда, наперед переноси, да-да-да. Чтоб назад тебя не опрокинуло. Понятно. Кстати, Грибовас, а ты ж сказал, что ты высоты не боишься. Ну, вот не знаю. А тут забоялся, да? Да. Все, я тебя не отвлекаю. На тебя смотрит весь ютуб. Твои поклонники смотрят на тебя. Покажи, что ты выживальщик. И переходишь без проблем. Ручьи. Так, надо снять лицо Грибоваса серьезное. Молитву читай про себя. Хорошо. Чтоб все было у тебя хорошо, получилось. Благословение ты попросил, да? А нет. Ох, все, косяк, сейчас утонешь. Ну я прошел. Да ладно, прошел. Проси благословения. Господи, благослови. Молодец. Господи, благослови. Молодец, молодец. Благослови меня Гречного. Вон, прошел, Джон. Ты от страха не описался. Там не это, не спускайся, там провалишься в воду. Не, не, я иду. Иди до конца, прям до этого, до сюда. Да, 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 да. А еще представляешь, лыжи переносить. Ох, а это будет что-то. Так. Ну, молодец, прошел. Все сосучи, Джон. Ой. Ну, прошел. Прошел. Ой. Молодец. Спасибо большое, господи. Добрался, да? Ой, счастливый я. Ой, с этими с лыжами я даже не знаю. Сейчас надо будет думать, как их сюда доставлять. Ой. Ну, у меня уже были мысли, как это, вот эти лыжи сюда переправить. Просто-напросто веревку привязать к ним. Угу. Ну, сложить их все вместе, четверо лыж этих. Да, да, так, сопочкой. И по воде, ну, как бы, я туда пойду, лыжи свяжу. Ага. И это, и потом сюда приду уже с веревочкой. Ага. И с веревкой просто быстро-быстро тянут. Они так, ну, как бы, не сильно намокнут. Все правильно. Оптердые все. Да. А сейчас, пока я поедем в избу, давай в избу сейчас пойдем. Если уже нужны они будут, ну, как бы, без лыжи, как бы, никуда не денешься. Тогда уже это. Понятно. Лыжи будем сюда переплавлять. Понятно. А так попытаемся сейчас. Ага. Хотя вот сейчас пойдешь, тут будешь проваливаться, наверное. Потом мы сапоги подняли, как, Джон. Да, сапоги поднять просто. Поднимем, ага. Вот придется по этим островкам так идти, где по суше, да? Да, 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 да. Без вас, ну, посмотри, во сколько мы добрались до избушки. А, сейчас посмотрю. Фух. Так, два, два восемнадцать. Ага. О, два восемнадцать. Расскажи, как ты добирался до избушки сейчас. Ну, не устал. Не, я имею в виду сейчас, вот, с переправы. А, вот с переправы маленько как. Вот там пошел, ну я как шел, посмотри на ноги мне. Вот так вот я провалился. Вот так вот. Ну, раз, наверное, так пять-шесть, но провалился почти по колено. Ага. И потом ползком опрошовал, я опять шел так. И вот дошел до самого, вот, тоже ползком пошел. Ну, у меня вес потяжелее, я провалился, мне пришлось на это, ну, на коленках ползти, чтобы это не проваливаться, а так глубоко я провалился. Вот получается такой вид здесь. градусник это надо что-то зайти ну сейчас минус я не знаю сколько минус но минусовая температура потому что корка часто солнышко выйдет там сейчас наверно припекет и будет все это знаешь ну таять будет и снег будет мягче наверное я думаю надо обойтись этими дровами что тут у нас заготовлены постараться да ну там у нас тоже в избе есть заготовлены дрова чтобы эти лыжи уже не мочить погриба вас сейчас покушаем да это спать ляжем то потом это встанем да домой пойдем чисто так отдохнуть никуда лазить не будем ничего особо делать не будем да сейчас избушку даты затопим да это часть кипятим до части 5 до до чисто такой отдых но вот показали вам дорогие зрители какой сейчас время здесь какая вода как она поднялась пошли в избушку-то зайдем посмотрим что там в избушке вот еще дрова у нас тут дрова в снегу в избушке подходишь и такой запах знаешь это типа как бы горелый такой вот тут кстати как-то мягкая такая земля да ага уже как бы начата оттаяла да что валяется тут это как ну заноси свои эти последний раз то был снега было полно сейчас видишь все подсохло да ухты ахты ухты с рюкзаком полез с рюкзаком немножко такой запах знаешь сюда заходишь как будто вот это ну баня запах бани он мышки тут накакали вовсю вот чем плохо вот избушки такие то что вот видите мыши срут везде кругом из-за этого хочу избушку сделать эту знаешь о сахар я сегодня буду шиковать туда пусть там зрители не подумают я тут своих продуктов тоже много чего бы он приносил вот иконы мы тогда с тобой грибовас иконы ну конечно тут никто не был собирались и как-то так умудрились забыли иконы да потом пойдем заберем иконы да ну вот кофе кофеок тут это мы приносили так да 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 и чай тут сейчас это будем обживаться и я затоплю печку ты не знаешь ты чё из обеспечку а я пока лопату и пока снег потерял возле бушки ну давай давай хорошо хорошо так было будем обживать час избушечку а тут я сейчас уберу со стола эти какашки газетку я брал с собой сейчас постелю все тут умерли про кармане газетка ну я тоже брал с собой молодец так ну давай этот а чай у нас там почти не осталось наверное ну кидай снег сейчас я буду печку по-быстрому постараюсь затопить давай посмотрел тут сахар такой есть тоже знаете задумаешься там это он дырка ход сделали мыши ели тут короче мыши питались этим сахаром если его копили кипятить сделать какой-то компот сейчас покажу сколько у нас дров тут оставалось из того раза оставляли в принципе вот вам этих дров уже хватает она будет только дров оставить для следующих так сказать пассажиров но если кто-то придет если не мы а там кто-то другой чтобы были дрова на растопку а тут так-то это дрова даже с запасом тут оставлены так что насчет дров можно не переживать лыжи уже будем оставлять там учета тут вода осталось странно так ладно надо печку затапливать кругом какашки эти машины мне кругом not вы видели это перед на печке но наверняка на этих есть да он точно не смотреть то есть мыши тут хозяйничают во всю когда здесь нету людей в прошлом походе мы когда приходили тут вот стоит стоял капкан он так и стоит и сейчас я заметил что его уже кто-то поставил ну я помню что мы когда уходили капкан не ставили но не взводили его странно получается кто-то опять поставил капкан кстати смотри на нем эти сны саши на нем это как перед получается возможно даже сюда это попало как и и куропатка лишь перья на карту получается кто-то здесь был значит выходит так ну только это не трогал ни дрова ничего не трогали да возьми это лопатой для дизайн и лопатует вот эту я чтоб чтоб он сработал надо убрать то еще наступишь на ну это получается вот тут это ягоды были тогда это типа капкан на куропатку она начинает клевать да эти ягоды и головой и голова зажимается и и по голове по шее короче ну не и как бы ну голова зажимается и все и она споймана понятно понятно чищу печку потому что там накопилось много золы вот это уже получается второе ведро она еще как-то намокла такая знаете пока глина что ли не пойму это зола очень пока подготавливаю печь к распорте сейчас я взял чайник чтоб набрать воды и понял что тут действительно были после нас вот видите тут кто-то чай заварил в пакетиках обычно мы так не делим но не мы так не делаем не просто я обычно мы так не делаем мы воду выливаем из чайника и чайник переворачиваем чтоб в него не эти мыши не накакали в этот чайник так что эти дрова возможно это не не мы оставили с тобой до до гриба бас наверно кто-то тут будут что-то не помню эти гриба вы эти вот дрова вроде мы с тобой не оставляли вот нет нет ну а чайник на иди с гриба бас это были его ну его надо сполоснуть он там вода уже закисло на эту штуку тоже на эту штуку сейчас там этим ну травой или чем-то мне знаю она как я здесь сделал закладку уже в печи вот осталось только разжечь так печку буду разжигать при помощи огни и грибу бас от принес тут воды сейчас грибу вас подойти пока дверь закроется разожгу это огонь так как обычно я вот сюда на стругал видно а вот это не видно и освещение а вот сейчас так видно да вот на стругал кучку таких не на стругала даже это как это сказать-то не на стругал а нас и на скреб этого труда березовый этот мелкий сейчас при помощи него буду разжигать вот я скорее на скребал вот этим ножом заточил его после теста я его тестировал на березовые палки там сегменты по 10 сантиметров проверял проверял как держится удерживается рк на этом ноже ссылочку оставлю в описании на этот тест ну и сейчас наверно в правом верхнем углу ссылочка если кому интересно будет этот тест посмотреть как я там березовую палку стругал но он хорошо так справился с тестом вот этот ножик я потом еще покажу его мы будем с гриба басом показывать какие мы ножи взяли просто сейчас темно тут не видать его ну так более хорошо не видно так здесь видно вам там будет каким буду сжигать как бы такую нас другая стружку пока не берется искра не зажигается о затлела затлела загорела вроде бы их потухла о огонь вроде появляется так и тухнет все зажег кучку побольше сделал и загорелась то сейчас может быть потухнет ну там некоторые говорят что вот не умею там зажигать огнивым но узнаете это или это специально снять для на видеокамеру как человека разжигает огнивым не думаю что прям так у всех так все быстро получается разжечь огонь так лапу надо убирать мне это все хозяйство вот тут